Всем доброго утра! Вы находитесь на канале Капитан Герман и сегодня наш рассказ будет про остров Новая Каледония, куда мы приплыли вот буквально вчера ночью, а сегодня будем разбираться где же мы находимся и что здесь происходит. Поехали! Самое первое, что бросается в глаза это абсолютный флет, то есть вода на которой даже не шевелится поверхность и когда вот проезжают такие маленькие лодки, как вот вдалеке сейчас слева, то сразу чувствуется волна даже таких маленьких, что удивительно. Вот там по прямой марина, а здесь вокруг стоят лодки, причем же самое ужасное, все стоят на буях, вернее как ужасно, для нас ужасно, потому что места для якоринга здесь совершенно нет. Вот еще одна лодка, наверное, тоже гостевая стоит на якоре, а все остальные стоят на буях и вообще никаких вариантов по-другому стать нет. Стоянка номер один находится вот здесь, куда мы зашли ночью встали, там прямо мель и вторая стоянка на буях вот через дорогу, вот здесь идет заход, через который мы зашли и канал в коммерческий порт и возле городского причала, вот там вот городской причал, там стоят два больших скоростных парома. Ну город, конечно, супер развит, потому что когда мы ночью приехали, здесь все в огнях, все светлое, все такое красивое. И самое смешное, что безумно тихо вообще такое впечатление, как будто люди там ни музыку не включают, ничего, мы уже так к этому привыкли, а здесь все-таки похоже на цивилизация, цивилизация. На часах, когда будет 7.30, мы будем связываться с Мариной и становиться в Марину, потому что нам нужно пройти все формальности, сделать чек-ин и, ну и собственно все. Поэтому ждем времени и будем постепенно выдвигаться в Марину. Так, ну что, связываемся с Мариной, сейчас у нас 7.40, может быть они уже пришли на работу. Порт-Мосель-Марина, порт-Мосель-Марина, сейлин-весел-Мушу. Коллин, вы мне читаете? Поехали. Стэшен, стэшен, колли-порт-Мосель, good morning and go ahead, please. Поехали, good morning to you. Поехали, good morning. Мы приехали в арбору вчера, и мы поставили наш бот на анкор. Мы должны попасть формальности, и мы хотим оставить несколько дней в Марине. Марина, can you organize it, please, for us? Over. Okay, just something, spell me, spell me phonetically, phonetically, and slowly the name of your vessel, please. Okay, the name of my vessel, Mushu. Michael, uniform, Sierra, hotel, uniform. Mushu, over. Mushu, is correct? Yes, correct, Mushu, is correct. Over. Okay, give me the maximum length and maximum beam for your vessel, please. Okay, we are 45 feet length and 4.5 meter beam. Over. I repeat, the length is 45 feet and the beam is 4.5, is correct? Yes, it's absolutely correct. Over. Okay, for your information, stand by on 6-7. Then we try to find one space for you, and we call you back, please, Mushu. Thank you very much, stand by on 6-7. You want to turn, but we can stand by on 2 on 6-7. Thank you very much. Вот такая вот история, вы слышали, как это все происходит. Прикольно то, что 10 минут после открытия, и они уже на связи. Просто молодцы. Но пока нам еще ничего не ответили из Марины, надо подготовить будет лайны и фендеры для того, чтобы, когда мы заходили, у нас уже все было готово. Поэтому лезем в локер, где он у нас все находится, и начинаем его раскрепать. Так, ну вот, лайны готовы. Надо будет только спросить, как мы становимся. Мы хотим становиться bow-in, потому что, когда становишься stern-in, это хорошо, когда, скажем, много людей, и всем нужно там ходить, выходить, заходить, там какие-то продукты привозить. Это да. А в нашем случае мы хотим приватности, потому что, когда мы вдвоем, чтобы ходило меньше людей, смотрели меньше в кокпит, смотрели меньше, чем мы занимаемся. В общем, приватность это всегда bow-in, и если вы обратили внимание, то большинство круизеров так и стоит. И это совсем не потому, что люди не умеют заходить stern-in, а просто потому, что приватность, когда ты стоишь носом в пирс, сильно выше. У тебя открытая платформа сзади на воду, ты любуешься видом, захотел выпил кофейка, посидел, и никто тебе в лицо не смотрит. Добрый вечер, это Мушу-бот, пойдемте. Да, Мушу, у нас есть один space для тебя, для категории вашего веса. Вы знаете, где будет пара-мазерная? Да, да, мы просто стоим на анкоре, может быть, 300 метров от входа. Окей, у нас есть один space, если вы придете ближе к Порту-Мозелу, придете ближе к Порту-Мозелу, позвольте снова на 6-7, и мы дадим вам последней ситуации, чтобы придете к вашему space, к вашему боссу. Окей, окей, мы нужны, может быть, 10-15 минуты, чтобы организовать все, как Фендерс Лайон, и мы придем ближе к вам, и я вас позвоню в 6-7. Ого. Окей, Мушу, для вашего информации, вы можете подготовить свои линзы, вы можете подготовить свои линзы на старборной стороне, если вы боссу, пожалуйста, ваш space на АЛФА-20, АЛФА-20. Окей, Роджер-З, space АЛФА-20, и мы планируем, чтобы идти в боссу, и мы нужны фендерс и линзы на старборной стороне. Я все равно, окей. Да, это окей. Спасибо большое, мы будем готовить все, и я пойду в марина, и я вас позвоню в 6-7. Спасибо большое, окей. Великолепно, Мушу, я подниму на 6-7, и ждем до ваших линзы. Отлично, я подниму на 6-7, окей. Короче, мы готовы, собираемся и... Так вот Дина занимается, у нас сейчас фендеры привязаны. Лайн лежит. Я его вот так разделяю на две части, чтобы можно было взять за каждую из половинок и бросить, если нужно, куда-то далеко. Нам сказали старборд. Вон, куча фендеров мы привязали. Сзади лайн у нас вот так же лежит из двух половинок. Ну, мы готовы, короче, сниматься с якоря и выходить. Есть, холостые поднимаем, чтобы Дине было легче вынимать якорь. Ну, все, мы готовы идти в марину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, вот мы и стали в марине. Диночка тут занимается очищением якоря, да потом с шлангом смотрим. Да, я достаю себе сандолар. Про марину мы вам все потом расскажем, все покажем. В общем... Я нашла один целый. Ну, вот, новенькие понтончики. Хорошо все сделано. Цивилизация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В марине есть система электронной регистрации. Это нужно для того, чтобы они знали, как правильно пишется лодка, как правильно пишется имя владельца. И это, в принципе, очень удобно. Так, я сейчас иду в эмиграцию. Они работают до 11.30, поэтому нужно поторопиться. Сейчас у вас 9, но чтобы все успеть. Тут прикольно такая Франция, Франция. То есть, вывесочки, инфраструктура и все это такое развитое. Вот это то, что бросается в глаза. То есть, уже и ремонт хороший, и у зданий все они такие одинаковенькие. Вот такой большой кинотеатр. Так, здесь, как обычно, санпламб это бензин и дизель. Вот цена. Санпламб 171 и дизель 64. Да, конечно, тут все очень развито. Вот. Супермаркет Ашан. Куда же без него? Куда же без него на французских аппермерах? Так, вот здание Полис Монисипаль. И где-то вот прямо здесь, то ли за ними, то ли в этом же здании, должна быть эмиграция. Вот мне нужно туда попасть. Короче, я только что сходил в эмиграцию, заполнил одну маленькую формочку, в которой типа крюлиста. И мне поставили штампик. Добро пожаловать в Новую Каледонию. Ну, у вас есть 90 дней. Можете 90 дней наслаждаться этим великолепным островком. В эмиграции тетечки, ну, просто невероятно милые. И диалог поддержали, и спросили, что, и выяснили, как, куда идем. И не просто формально, им это реально было интересно. Они там еще что-то друг другу объясняли. Как-то жарко здесь, не жарко. Ну, в общем, первое впечатление от вот этих вот служб, от Авторитис, просто великолепно. Сейчас в Марине оформимся дальше кастом. Единственное, минус эмиграционных вот этих процедур, что это реально далеко. Ну, минут 15 пешком идти из Марины. Еще они спросили, говорю ли я по-французски. И очень извинились за то, что люди здесь по-французски только говорят по-английски очень плохо, хотя в школе его учили. Это первый раз на French-O-Tremere, когда французы извиняются за то, что они не говорят по-английски обычно. Учи, французский, обезьяна! Неграмотная, не умеешь говорить, вообще сидит дома. А здесь реально тетечка в эмиграции извинилась, что люди, ну, не так прямо хорошо говорят на улицах. Вот вообще удивительное рядом. На дороге велосипедная дорожка. Причем дорога односторонняя, а велосипедная дорожка также односторонняя. Это справа сюда видно круизняк приезжает или какой-то большой корабль. И у них здесь дутифриз. Пока закрыто, но корабля этого нет. Они же открываются только когда он приезжает. Какая тут офигенная променада идет вдоль воды. Класс! Кастом проходится в Марине. Просто заполняется бумажечка. И все. На этом они ее куда... Бонжор! Ее отправляют куда надо. И, собственно, вся история. Единственное, наши сейчас, наверное, переставят после того, как придет биосекьюрити, потому что это место только для того, чтобы сделать чекин. Потом будет какое-то другое место. В общем, биосекьюрити, кастом и иммиграция. У нас из всего этого остался только биосекьюрити. Так, к нам только что приходили биосекьюрити. Тетечка пришла. Здесь все очень серьезно. Всю органику, все картошку, все, что лук, все выбросили. Все забрало с собой в пакете. У нас был мед. Тоже забрало его с собой в пакете. Мы были к этому готовы, поэтому мы очень закупились так, чтобы ничего не выбрасывать. И у нас ничего не было к ее приходу. Там было килограмм, наверное, всего суммарно, которое она с собой забрала. И здесь это реально очень серьезно. Подрубили воду. Заливаемся. 450 литров сейчас зайдет в нашу лодку. А мы потом пойдем в ресторанчик, что-нибудь перекусим. Сейчас такой бульк на заднем ходу. Мы устали с перехода. Сейчас будет у нас... У меня будет пиво победителя. У меня будет завтрак чемпиона. Такая вот у нас история. Слушай, а тут вода, наверное, очень чистая. А как мы живем? Риф. Какое вкусное вино. Как дома в Украине. Пока у нас первое впечатление, что дорого. Реально очень дорогой регион, но очень развитый. Потому что нет ощущения, что мы находимся где-то на островах. Есть полное ощущение того, что мы где-то во Франции, причем на французской ривьере. Люди пахнут туалетной водой. В ресторанах средний ценник на двоих, я думаю, баксов 80 будет не меньше. И, в принципе, инфраструктурно все очень круто сделано. И я думаю, что люди, которые приезжают с материковой Франции сюда, совершенно не чувствуют, что они приехали в какую-то там на отшиб цивилизации, а просто очередной город в Средиземке. В общем, пока первое впечатление такое. Сейчас пойдем еще в город пройдемся, посмотрим. Интересно же. В Новой Каледонии по переписи населения 2023 живет 280 тысяч человек, из которых чуть больше 100 тысяч живет в столице Нумея. Вообще все заморские французские территории имеют разный статус. И вот Новая Каледония – это одна из любимых заморских территорий. В ее экономику вкладывается больше всего финансов и максимальная поддержка со стороны метрополии. Вообще экономика здесь достаточно развита, потому что, например, по статистике прошлого года, в Новой Каледонии 280 тысяч населения импортировали товаров на сумму 4,5 миллиарда евро. Для поддержания своего быта люди в Новой Каледонии тратят 50 евро в день, что, наверное, одно из самых высоких показателей по миру. О, прямо местный Лос-Анджелес. Показательная улица. Вот, наверное, на скейте нормально стартовать по ночам. Асимметричная пагода. А здесь эти елки – это Дины любимые. Ну, они не очень-то хойные. Это не хое? Что другое? Да, они просто, суки, наконец-то прознают, что это за растение. Не пахнут. Это автобусная станция. Автобусы здесь реально новые. Посмотри, какие новые автобусы. Мужчины любят носить сандалии. Вот эти вот, агли. И я уже таких, судя, человек 10 видела в этом виде обуви. Нравится такие? Прямо какой-то местный тренд. Тебе не хотелось бы какого-нибудь китайского сувенирного говнеца прикупить? Прихавать. Я, если что-то увижу блестящее и говняное, я обязательно кухню. То начинает аркать. Так, Polynesian, Chinatown. Мы идем к Chinatown. Ты думаешь, а здесь? Ну, я китайский сувеник не хочу. Дина, я не хочу сюда. Какого-то вдруг блестящего. Нет. Дина, скажи, пожалуйста, вот так произошел. Что сделано? Блестит? Ну, вот так. У меня полярик. Это ходить на пикник. Моя предыдущая блестящая развалилась сумка для пикников. Вот так блестит. Но она поляризационный пикник. Короче, проблема в том, Дина, что эта бутылка вина, которую ты всосала на жаре, она не прошла зря. Вообще-то я не всосала бутылку вина на жаре. Половину. Ну вот, называй вещи своими именами. И начни с тебя. СМС-ка тебе пришла. Короче, народ, видите, сбоку от нас место свободное для лодки. Здесь стоят наши соседи, великолепные люди. И они сказали, мы уезжаем на выходных. Вот вам ключи от машины. Если куда-то захотите поехать посмотреть на новую Каледонию, берите и катайтесь. И мы сейчас идем посмотреть на новую Каледонию. И сейчас будем искать машину, потому что мы не знаем, какая машина. На брелке написано Рено. Но, собственно, все, что я знаю. Поэтому будем сейчас по всей парковке ходить и искать. Что ты там еле ползешь? Там ползешь. Нам сказали, что машина расположена где-то напротив понтона С. Это вот понтон следующий. И где-то напротив него машина. Надо искать Рено. Так. О! Класс! Мы нашли его. В общем, вот такая великолепная... А я... Мне что-то за это полагается? Да, полагается, ты можешь в нее сесть и поехать. О, какая великолепная у нас карате! Мамочки! Хорошенькая! В общем, садись, Диночка. Будем ехать. Так. Кондики работают. Окно у меня открыто. Для ручки. Ого, какая большая поручник. Такой, как в самолете. Как в самолете. Смотри, этот радар. Класс! Закрывать окно, да? Ну да, кондиционер. Закрывай. Короче, давно я не ездил на механике. Вот эта палочка. Бензин мешать. Но ничего. Старые навыки не забываются. А наоборот. Сидишь всегда. Переключалочки переключаешь. Сидишь, еще восприятие мало машин на дороге. Ну, здесь, слушай, здесь такой трафик, что это, в принципе, не любой мегаполис, а такое все. Маленькое движение. Ну что, мы на пляже остановились? О, пошел на взлет. Прикольно. Тут такое мелкое и косые такие, по ним люди ходят. Смотри, бежит. Ага, вижу, вижу. Да, там, вот, смотри, по щиколотку. Прикольно. Смотри, ты даже в своей дурацкой обуви смотри, смотрите, по-моему. Вот она, наша Феррари. Тут еще один парк для занятий спортом. Ле-Парк Спортив. Здесь вообще великолепно, в том смысле, что очень много спортивных площадок кругом. Мест для вега, скейт-парки, спорт-парки, пляжи оборудованные. В общем, она-то искусственный остров такой. Это, по-моему, называется Променада де Виктор, что-то там. Кстати говоря, по-французски мы гуляем по набережке, будет Жеме Промене а-ля Променад. Жирный регион, жирнючий, жир-де-жир. Жир-де-жир, вот опять же, спортивные какие-то стадиончики. Очень много, все для спорта. При этом так смешно, они тут очень такие курящие нация. И там едет чувак какой-нибудь там на венчике. Спортивно, по сигаретам. Но здесь, кстати, вейпы курят абсолютно все. Ну, прямо поголовно. И вот заходишь в магазин электроники, там сидят продавцы на кассе, прямо те пробивают и курят вейп. Их, ну вот, три человека, из них двое с вейпами. Да, все дымят. Причем уже, ну вот, ну, в мире как-то вот сами вейпы уже давно отжили. Ну вот этими стиками курительными, они как бы еще есть, ну, люди ими пользуются. А вот такие вейпы, как вот у меня раньше был, там перезаряжаешь, заливаешь, проволочки, крутишь, сейчас никто не их же не делает. Сейчас противная площадка. В общем, вот такие вот противоречивые тут французы. Ну, мне здесь очень нравится. Прямо готов рассматривать, как великолепное место для проведения сезона. Да, тут хорошо. Очень целый газовый, она очень красивая. Такая еще красивая детская площадочка. Блин, тут классно. Тут очень круто для детей, мне кажется. Я уже столько видела всяких колледжей, школ, каких-то. Велодорожек. Ну, у них, кстати, по поводу колледжей, там, университетов, у них, по-моему, есть что-то. Но вообще все дети, которые заканчивают здесь школу, как у них называется, бакалаври, я не помню, как-то так, они едут во Францию, то есть здесь никто не остается. Так как Новая Каледония – любимое детище Франции, то они родителям оплачивают раз в год билеты, чтобы они полетели, там, встретились со своим чадом, который учится. То есть, удивительно. Это мы сейчас въезжаем в тот район, который, ну, тут прямо тусовочные всякие. Тут бары, рестораны, ночная жизнь. Вот один из лучших здесь ресторанов Порт Баландре. Вот он стоит на воде, и вот это вот все, это муниципальный пляж городской. Видите, там на воде буйки. Так вот, это буйки, это сети такие, которые защищают городской пляж от акул. Потому что у них тут была ситуация, когда кого-то прихавали здесь, на этом пляже, и они поставили заграждение, чтобы людям было безопасно купаться. И тут, конечно, вот вся ночная жизнь такая, как на Лазурном берегу Франции. Тут, конечно, прикольно. И они сейчас здесь делают реновацию набережки. Как раз вот сейчас идет ремонт. Пока вот сезон ураганов, то есть не сезон, здесь прямо туристический. Вот вообще здесь прикольно, вот эти зонтики стоят, скамеечки стоят такие, чтобы можно было там а-ля барбекю. И в тенечке. И в тенечке, да. Здесь вот большой паркинг. Здесь большой паркинг идет. Какой, то есть видно с заделом, что здесь реально много людей отдыхает. Ну, в общем, тут богатство и роскошь. А этот Ферри вот как раз умею едет, это приблизительно где мы стоим. Дальше ты уже знаешь, какой Ферри? Ну, я и так приблизительно знаю. Может, я где-то, не знаю, как заезжать точно. Нет, я так не ездил, когда ж гости. А вон есть, ты бастер и ты ездишь на Ферри. Ну, прикольно, хип-бон-хип-бон. Такой топит этот Ферри вообще. Ну, у него 40 узлов в скорости он едет. Сумасшедший. Смотри, тут вообще сильно заграждено. Вот, вот, это вот, я же тебе говорю, это заграждение анти-акула. Прямо неправильно. Вот. Мне еще, кстати, нравится, что здесь везде есть тротуары. Я в первый раз за долгое время с таким сталкиваюсь, потому что там даже в той же Панаме тротуаров нет. Здесь везде есть тротуары обязательно на всех улицах. Пляжники. Здесь еще прикольно, что здесь очень пожилые люди, очень много. Но они все такие милые, хорошо одеты, бабушки там с прическами накрашены. Там, с какими-то парфюмами, все. А если инваринная коляска, так она такая вся. Не начи Феррари. Да, электрическая, со всякими там джойстиками, с шестью колесами. В общем, я тут таких видела на променаде пожилых людей, у которых очень достойная старость. Они там в обед выходят, сидят в кафешках, нарядные. Вообще, с утреца выпить бокальчик шампанского или вина, здесь это вообще прямо стандартная тема. Ну, как и на юге Франции, в принципе. Мне это все очень напоминает лазурку. Лазурный берег Франции очень-очень похоже где-нибудь, вот как будто в Канах находишься или в Ницце. Это очень напоминает, здесь вот такое ощущение есть. Ну, может быть, не в Канах, там, где асфальт с этими золотыми вкраплениями, но... Здесь, кстати, я вот тебе хотела сказать, вот, бляж, где мы проехали, там новый асфальт стелят, и там где пешеходная, да, там зеркальные стеклышки файлы, и оно тоже будет стеклышко. Прямо как в Канах, да, там где-то центральная улица. Ну, не так много этих стекол, но есть, причем прямо зеркальные, почему-то тут. Мне такое очень нравится. Вот такие тоже красивые домики на холмах. Ну, да. Французы умеют... Тут у всех еще очень упоженные маленькие садики. В большинстве домов у людей огромные, такие балконы с террасами. И у всех там зелень. Так, это еще не наша Марина. Здесь три Марины идут в Нумеи. Та, в которой мы стоим, порт Моссель. А потом еще вот это две, вот эта большая главная муниципальная Марина. И она прямо вот возле жилых кварталов находится. А мы это все-таки в центре Нумеи. То есть, это именно в городе. То есть, там не столько жилые домашние, какие-то коммерческие, эти вот там Макдоннат. Это порт Близанс. Порт Близанс, да. Это самая большая Марина. Можно сказать, что здесь есть один яхтенный магазин. Вот я, по-моему, встретила большую счету, чтобы... Возле этого Коррифура. А, понял. Прямо возле Коррифура. Здесь вот порт Близанс, потом он следующая Марина. Вот это вот. Это уже не порт Близанс, это еще одна. И с другой стороны вот эти дома идут, и с другой стороны этих домов уже идет наша Марина. А вот эти лодки, которые стоят на буях, вы видите, это все частные буи, и их марины никаким образом не управляют. Они даже не знают, что происходит. Поэтому это все буи, кто сам себе поставил и решил на лодке жить. Так может, нам точно так надо? Ну, может быть, нам можно так сделать, я думаю. Поставить себе буй? Ну, я думаю, в аренду можно взять спокойно. Надо просто найти, где это делается. Ну, тут я, кстати, видела много свободных буев. Да, потому что это люди обычно в сезон нормальные стоят на буях, а в ненормальные, когда начинается сезон ураганов, они становятся в марину, потому что здесь марины специально сделаны так, чтобы можно было лодки так хорошо распереть, если будут сильно дуть. И это безопасно. Потому что, в принципе, марины в защищенной акватории находятся. Так, вот это вторая марина. И мы сейчас проезжаем немножко больше в центр города и уже приезжаем в нашу марину. Смотри, какой ябрь. Таким точно никуда не унесет. Какой муринг поставил себе такой, зацепился за него. Я здесь еще шла, тут такие дорожки смешные, беговые, допетляющие. Заязд для... У нас вот ключик, это доступ на полтон. И заезжаем, мы вот так вот сюда подъезжаем. Все. И нам открывается шлагбаум. А здесь прикол еще, короче, смотрите, вот так приезжаешь, что делать, знаешь? Понятия не имею. Просто стоишь. Сейчас тот закроется, а этот откроется. А, это чтобы никто там по двору не ездил? Ну, это надо знать, потому что, да, вот смотри, оп, открылся, ну и все. Нет, ты тут как раз такой завтукал, блин, что делать дальше, не знаю. И тебе, нужно на паузу, чтобы ты попереживал, а потом все само собой разрешилось. Слушай, а здесь как-то место вообще стало не дофига. Когда было как будто бы... Все, не, ну было какое-то. Здесь все занято. Я думаю, что нам надо на цех ехать заебыло. Вот я на цех проехал, а мимо. А, вот смотри, место я вижу. Да, да. Ну, в общем-то. Так, полно вообще. Ну что, как тебе поездочка? Мне понравилось. Но сегодня, видишь, ничего не работает, поэтому она была недолгая. Но завтра... Ну и интересная. Завтра ты пойдешь опять в свой спортзал, а потом пойдешь мне кататься. Я сегодня сходил в зальчик. Здесь, кстати, шикарный зал. Я вам потом покажу, как-нибудь камеру возьму. Зал стоит 20 долларов в день посещения. В сутки? В сутки, да. Но 24 часа. И прикол в том, что можно вот сегодня сходить и завтра сходить. Еще, ну, в рамках 24 часов можно зайти туда. И получается по десяточке за посещение шара. А двадцатка, ну, в принципе, тоже нормально, но сильно хуже. Так, друзья, наш выпуск подошел к концу. Ой, что ты мединочка такое вкусное принесла. Вот у нас такой вечер, мы отдыхаем. Да ты отдыхаешь. А я со спорта пришла. Ты бегала. В общем, мы решили немножечко привести себя в порядок, потому что, когда долго сейлишь за счет вот гиподинамии, все начинает болеть, все начинает там затекать. Дина бегает, я хожу в тренажерный зал, и мы так немножечко восстанавливаем свое здоровье. Вообще, так подрезюмировать данный регион, нам очень нравится. Место великолепное. Единственное, что, ну, рассказывать, наверное, очень тяжело. Ну, представьте себе какой-нибудь вот европейский, обычный европейский, развитый город. Вы к нему приезжаете, и про него нужно рассказать. Это реально сложно, потому что, ну, вот, есть какие-то ожидания, и весь город соответствует этим европейским ожиданиям. То есть, вы понимаете, как все устроено, как тут все организовано. И Новая Каледония это вот такой обычный регион. Поэтому мы вам будем рассказывать, конечно же, что мы делаем, какую-то вот нашу бытовуху. Я вам в следующем выпуске расскажу о том, как организована жизнь в Марине, в Новой Каледонии, как здесь живут люди, ну, и вообще, как здесь все устроено. Наверное, просто про Марину, наверное, расскажу больше, ну, и в контексте жизни здесь, в этом регионе. Поэтому, друзья, не забываем подписываться на канал, проверяем колокольчик, ставим лайки, пишем комменты. Ну, и дальше мы будем рассказывать про Новую Каледонию. Мы придумаем какой-нибудь вам интересный формат, чтобы рассказать про вот то, что здесь происходит, потому что, я повторюсь, сложно рассказывать про развитый регион, сложно рассказывать и показывать что-то интересное, когда это, ну, просто обычный европейский город, как я уже и говорил. Все, друзья, пока, до встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok